Получите карту МИР. Такое сообщение от Сбербанка за месяц до наступления нового года пришло всем работающим ангарчанам. Наличие карты теперь обязательно для каждого, кто имеет официальный трудовой договор. Именно на нее с 1 января 2020 года будут приходить все пособия, включая компенсацию по временной нетрудоспособности. Никаких препонов на этом пути я не вижу. Никаких ухудшений условий тоже. Это наоборот. Государство беспокоится о своих гражданах, о своих застрахованных гражданах, о том, чтобы всегда были выплачены эти пособия. Потому что это федеральные деньги и они всегда будут выплачены человеку, который это заслужил и человек, который предоставил все документы. Фонд гарантирует, он выплатит по всем предоставленным документам. По новому порядку работодатель будет оплачивать только три дня больничного. Если лечение затягивается, выплаты пойдут от фонда соцстрахования. Посещать отделение лично не потребуется. Сотрудник, как и прежде, приносит все документы на работу. Контора в течение пяти дней обязана отправить пакет в фонд. Там специалистам дается не более десяти дней на обработку. После чего человеку начислят пособие. Сюда относятся выплаты по нетрудоспособности, беременности родом, а также по несчастным случаям. Система кажется простой и понятной, но лишь на первый взгляд. У бухгалтеров, которые уже прошли обучение, пока остаются вопросы. На сегодняшний день работодатели только теоретически представляют, как будет работать данный проект. В первое время наверняка будут какие-то сложности и все будет не так легко и просто, как кажется сейчас. Так, например, не отлажен вопрос по удержаниям из начисления больничных листов. Работодатель не обязан предоставлять сведения в фонд. Это обязанность судебных приставов и на практике наверняка с этим будут сложности. Пока цепочка урегулируется, потребуется какое-то время. Конечно, все новое всегда пугает, но мы знаем, что все перемены должны привести к лучшему. Сейчас фонд проводит обучающие семинары для бухгалтеров Ангарска. Вскоре у каждого работодателя появится возможность в тестовом режиме отправить документы по тем программам, которые пользуются именно предприятии. Конечно, схема пока нова и наверняка не сразу всеми будет принята бессропотно. Благодаря такой системе оплаты государство планирует сделать движение денег максимально прозрачным. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.